Привет! Мы уже подошли к четвертому уроку, и этот урок будет посвящен придумыванию и изобретению своих новых движений. Лично для меня эта тема является очень значимой и актуальной, и я считаю, что круто, когда у Би-Бой или Би-Герл есть какие-то свои движения, которые его или ее отличают от всех остальных. В принципе, я считаю, что оригинальность — это такая неотъемлемая часть брейкинга и хип-хоп-культура в целом, потому что если мы стараемся вносить что-то новое в культуру, то мы ее развиваем в геометрической прогрессии. И, соответственно, если все это будут делать, то ни один джем, ни одна тусовка не будет нам казаться скучной, потому что мы всегда будем видеть свежие идеи, новые решения, какие-то суперкрутые движения. А также ход мысли других людей, которые будут в свою очередь подписывать и наше воображение. Данную тему мы разделим на целых два урока, и в каждом из уроков я вам покажу такую небольшую методику и, как всегда, дам домашнее задание. И первая методика будет заключаться в том, что уже к какому-то имеющемуся движению, либо к классическому движению брейкинга, либо, может быть, даже уже к какому-то своему движению, которое вы придумали до этого, вы будете последовательно добавлять детали. Сейчас я вам покажу это на простом примере, чтобы было максимально наглядно. Мы возьмем самое простое движение, на мой взгляд, это просто движение, когда мы выкидываем ноги вперед, и затем мы просто будем последовательно добавлять туда какие-то детали, какие-то новые идеи. Ну и первое, что мне приходит в голову, чтобы это движение продвинуть на следующий уровень, это, предположим, прихватить ногу. То есть таким образом. Далее мы уже к имеющемуся движению, к тому движению, которое мы придумали сейчас, уже с прихватом ноги, добавляем новую деталь. Ну, например, это может быть поднятие второй ноги от пола. Будет это выглядеть таким образом. Да? Ну и далее мы добавим следующую деталь к уже получившемуся новому движению. И, ну, первое, что мне приходит в голову, это, например, не просто поднять ногу, а сделать, предположим, продевание. Выглядеть это будет, ну, таким образом. Да? Как вы видите, с первого раза может не всегда получаться чисто, и это нормально. Но если вы будете практиковать эти движения, они будут становиться лучше и лучше и лучше, ну, и рано или поздно вы их доведете до того идеала, который сами хотите видеть. Как вы видите, несмотря на то, что мы добавили всего лишь три детали, новое движение уже отличается от исходного. Но если вы добавите, например, пять деталей или больше, то оно будет отличаться еще сильнее. Это будет интереснее. Единственный момент, здесь очень важно понять, что есть добавление деталей, а есть комбинирование движений. То есть, грубо говоря, перейти с секс-степа в три степа, это уже комбинация двух разных движений. А добавить деталь, это значит сделать конкретное движение чуть более интересным, да, то есть обогатить его какими-то деталями. Ну, например, это может быть прихват ноги, какой-то прыжок, смена уровней, дополнительный разворот, может быть, какое-то продевание и так далее. Ну и вашим домашним заданием по этому уроку будет взять одно движение, это может быть классическое движение брейкинга, может быть, ваше какое-то оригинальное движение, и придумать к нему минимум пять новых деталей. Можно больше, да, все зависит только от вашей фантазии. На этом мы завершаем четвертый урок и жду вас на следующем.